Все дожди за этот период были здесь. С люстрой все стекало сюда и до сих пор я это все ничего не убираю. За 20-30 минут это все набиралось и я ночами не спала, это все выносила. Ольга Красавкина оценивает ущерб. Проводку под замену, стенный потолок под отделку, ковры и шторы на помойку. Потопом для тулячки обернулся капитальный ремонт в доме. Двухэтажка в поселке Горелки в этом году вошла в программу. Планировалось сделать крышу, заменить систему отопления, отремонтировать фасад. Рабочие начали менять кровлю в конце мая, сняли старый шифер, натянули пленку. Но дальше дело не пошло. Когда начались дожди, квартира на втором этаже затопила. В некоторых обрушился потолок и осыпалась штукатурка. Люди пытались связаться с руководством подрядной организации. Безуспешно. С просьбой помочь обратились на горячую линию губернатора. Алексей Дюмин сам приехал инспектировать ход работ. Протекло все, что можно. С первого по второй этаж протекло квартиры. Все обрушилось, потолки рушатся, дыры в потолках. Жильцы ведут Алексея Дюмину в квартиру. По пути он обращает внимание на мусор, который рабочие свалили прямо на лестничной клетке, не потрудившись вывести. Ремонтом занимается подрядная организация ООО «АТК». На место вызывают начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области, руководителя фонда капремонта, регионального министра строительства и ЖКХ и главу округа. Главный вопрос – почему проблема до сих пор не решена? Посмотрите, что творится. Здесь люди живут. Здесь наши люди живут. Вы глава района. Вы еще не видите, что у вас происходит под носом? Алексей Дюмин ситуацию называет недопустимой и дает поручение в кратчайшие сроки капитальный ремонт дома завершить. Кроме того, ход работ на всех объектах, которые вошли в программу, теперь будут контролировать тщательнее. Я вас попрошу вообще сделать мониторинг по всем капремонтным объектам и в течение месяца мне представить справки, в каком состоянии у нас находится по области. Рабочие обещают капитальный ремонт кровли завершать до 20 июля. Отопительную систему смонтируют и опрессуют к 1 августа. Порядок на территории наведут к концу недели. Алексей Дюмин добавляет – вопросы должны решаться системно, а не в ручном режиме после обращения жителей к главе региона. И напоминает, что возмещать ущерб владельцам каждый пострадавший из-за протечи квартиры обязан подрядчик. Любовь Зикункова, Вадим Рыженков, Первый Тульский. Редактор субтитров А.Семкин